Только успевая вертеть головой. Проедем по плотине. Можно разглядеть каменную породу Човские террасы, приезжая мимо в период Кавказской войны 19 века. Машину нам предлагали за 500 рублей. Можно еще и на парнокопытных. Высаживаются здесь. 1380 метров. Прямо поднимаются с той стороны и потом медленно. Существенно теплее. Камень. Здесь была школа. Мы в одном из самых древних поселений в России. Около 2000 лет. Школа, почта, мечазь вросла в горную породу. На, вот мы видим трещины. Какой-то вот очаг был, судя по... Смотрите, какая высота. Еще больше места информации смотри в полном видео по ссылке в описании или в верхнем углу. С Салтинского водопада выезжаем в село Аул Гамсутль. И по дороге проезжаем Гунипскую гидроэлектростанцию, где сделаем небольшую остановку, чтобы немного осмотреться по сторонам и продолжить дальше. По традиции красивые виды по сторонам, только успевая вертеть головой. Подъезжаем к плотине ГЭС, расположенной на реке Каракайсу. Может быть произносится по-другому. Хоть нам и нужно повернуть налево перед ГЭС в сторону Гамсутля, проедем по плотине на противоположную сторону реки, где стоит башня-крепость Андалал, воздвигнутая в 2005 году в память об Андалальском сражении, в ходе которого, хотевший завоевать Дагестан и в частности покорить аварию, персидский хан Надир Шах, начавший вторжение в 1741 году, потерпел поражение у Андалала, благодаря сплочению добровольца всех народов Дагестана, давших отпор захватчикам. На башню мы не поднимались, но знаю, что оттуда открываются шикарные виды на дагестанские просторы. Вот вам пару фоток. По традиции за плотиной ГЭСа образовано водохранилище общей протяженностью по некоторым источникам 3,8 километра, шириной около 350 метров и глубиной до 53. Посмотрев по сторонам, двигаемся дальше через туннель в горе. Он прям такой настоящий, брутальный, негламурный. Можно разглядеть каменную породу, проезжая внутри него. По дороге остановимся взглянуть издалека на Аул Гуни. Просто невероятно, как его тут вообще строили. Мы в горах, в которых есть еще гора и на ней целое селение. Почти отвесная гора застроена ступенями с многоэтажными строениями, дорогами, виднеется мечеть с минаретами. Да, очень круто. Обязательно нужно заехать, такое пропускать нельзя ни в коем случае. Дальше твой взор привлекут човские террасы, приезжая мимо. Много времени провести нам там не удалось, начался дождь, но все равно, вид просто шикарный, он сказочный. Перед нами остатки террасного земледелия. Это когда в горной породе вручную создавались ровные поверхности в виде ступеней. Издалека приносился плодородный грунт, выравнивался, укреплялся. И потом на этих террасах выращивали растения для пропитания. Сегодня это не востребовано, и на них просто пасутся животные и любуются люди. Уникальные места, датированные многими тысячами лет назад. Легковой автомобиль без труда доставят к месту, откуда начинается непосредственный подъем на гору, где расположен, собственно, сам аул Гамсутль. Отмечу, что надо быть внимательным к погоде, так как в непогоду, например, когда идут дожди, возможны оползни, селья, валы и прочие неприятности, которые могут серьезно огорчить отдых, заблокировать дорогу, а может и совсем капут. Нам же повезло заехать и выехать мы смогли без приключений, но будьте внимательны. В месте, где паркуем машину, есть места, где покушать, а также размещены декорации к фильму «Аманат», которые повествуют о событиях в период Кавказской войны 19 века, отдельные сцены которого снимались и в самом ауле Гамсутль, чтобы передать атмосферу того времени. Ну, да ладно, хватит болтать, начинаем подъем. Природа вокруг, конечно, просто сказочная. Сказать, что не повезло с погодой, не, не могу, так как в ходе подъема периодически выглядывало солнышко, которое то и дело выжимало через наши поры воду из организма. Сказать, что подъем сложный, ужасен, не, не могу. Вот, например, Платоха в свои 6 лет, да и его бабушка, по самодетельству моя мама, в свои юные годы залетели до аула, ну, на раз-два. Вот эту вот машину нам предлагали за 500 рублей снять, а другой его коллега по соточке уже с человека. Мы пешком! Спасибо! Не-не-не, все нормально, это немного! Для ленивых и не любящих пеший туризм есть возможность до половины горы доехать на джипах, но только до половины горы. Дальше все равно идти пешком. Мы же прошли весь путь пешком, чтобы, как и в фильме Аманат, почувствовать атмосферу этого места. И она, поверьте мне, просто великолепная. Друзья, не забываем переходить на мой канал, где ты найдешь для себя огромное количество разных интересных и полезных видео. Пролистывая страницу вкладки «Видео», ты можешь спланировать свое путешествие. Например, окунуться в Крым и начать это со старой части Евпатории. Или заглянуть в волшебный Дагестан, там очень круто. Посмотрите эту серию, не пожалеете. Предыдущую про Каспийск и иные города, а также увидишь много другого. Для удобства есть плейлисты, где один из которых содержит шикарный маршрут путешествия по разным кавказским городам. Видео, о которых вместе набрали сотни тысяч просмотров. Воздух, запахи трав, горы вокруг, местами снежные шапки. Глаза просто разбегаются. Кстати, забыл сказать, подняться можно еще и на парнокопытных, которые любезно припаркованы вдоль пешеходных троп и так жалостно на тебя смотрят, как бы передавая тебе мысль, эй, ты человек, запрыгивай, дамчу тебя с ветерком на самый верх. Поднимаемся, остановились немного, перекурс делать. Вот она эта дорога основная, по которой мы сюда приехали. Казалось, мы там высоко едем, а теперь мы смотрим на эту дорогу с высоты. И вот, соответственно, мы там подъехали, запарковались, вот по этим, спустились вниз и у подножия начали свой подъем уже к тому месту, откуда я сейчас с вами разговариваю. Все, вот они, те люди, которые берегут свои конечности, высаживаются здесь, вот и вверх уже техника тебя не везет. Хочешь, не хочешь, как ни крути, а все равно придется обмылочки-то свои потренировать. Все, нам осталось совсем-совсем немного. Мы уже дошли до указателя 1380 метров. Вот как раз те фрагменты аула, которые мы видели. Отметочка. И вот, посмотрите, как интересно, как красиво перетекают облака через горный хребет. Они прям поднимаются с той стороны и потом медленно спускаются вообще красиво. Ну, у нас есть очень радостная новость. Мы прибегли к древним шаманским обрядам, пошаманили, развели тучи руками и развернусь с солнца. Она вышла из-за туч, а дождик ушел куда-то вот туда. Гремит там все. Стало существенно теплее. Течет все просто. Майка мокрая, спина мокрая. Но это приятно. Это приятно, потому что все-таки мы оздоравливаемся. Это лучше, чем дождь. Это лучше, чем лежать на диване. Даже мама. Лежу, поднимается медленно в гору. Лошадка, везущая хворост у вас. Полную бейсболку. Ну ничего, это под здоровье. Вот какая красота. Я вообще не представляю, как можно было это здесь сделать. Мы дошли такое, как эти жалкие 4 километра в гору. Он все мокрые, разгаряченные. Просто сюда нужно было принести камень. Здесь была школа. Здесь жили люди. Там какая-то администрация, телефонная связь. Как? Я не знаю. Откуда вот это все? Как это вообще можно было строить? Таскать, строим материалы? Друзья, мы в одном из самых древних поселений в России. Расположенном на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря. Точный возраст неизвестен. Но судя обнаруженным учеными надписям на древнеиранском языке, считается, что поселению около двух тысяч лет. Однако это не точно. По некоторым источникам, перевод слова Гамсутр и Саварского означает у подножия ханской крепости или крепость царя. По мнению некоторых историков, здесь когда-то действительно располагался ханский дворец. Сложно поверить, но еще в прошлом веке здесь работали магазины, школа, почта, мечась, была телефонная связь и дорога. При осмотре кажется, будто селение вросло в горную породу, так как древние строители возводили здания так, чтобы скала выполняла функцию одной из стен для придания прочности. В целом стены домов были возведены из камней и глины, а крыша из балок, дров, глины и сены, которые, кстати, сейчас мыло дождями и ветрами. На зданиях можно встретить останки христианского, арабского, персидского следа. На одном из домов имеется звезда Давида, знак еврейского народа. Удивляет мастерство древних строителей, которые, пользуясь только камнями и глиной, смогли создать такие добротные, прочные дома. Сейчас здесь сохранилось только несколько улиц, здания постепенно разрушаются. По некоторым данным, раньше здесь было около 70 домов, даже страшно, даже сложно представить, как это возможно, как это столько построить. И, к сожалению, когда проходит землетрясение, по несколько домов за раз может просто обрушаться и уходить в пропасть, к сожалению. Поэтому пока можно посмотреть своими глазами, прикоснуться к этому. Нужно, конечно же, приезжать, смотреть. Да, вот мы видим трещины в стене. Видите, какая высокая стена, но, к сожалению, и она дала трещину. Ничто не вечно. А вот над нами есть еще выше, еще выше, как люди это могли построить и в этом жить. Вот тут где-то у кого-то спальня, там кухня была, я не знаю. Ну, конечно, названия были другие. И вот такие вот перегородки деревянные над проемами, которые до сих пор держат каменную кладку сверху. Да, фантастика просто. Вот мы, можно сказать, наверное, идем с вами по улицам. Гамсутль сравнивают со знаменитым Мачу-Пикчу в Перу. Вот, кстати, он. Правда, в отличие от нашего Гамсутля, он построен в середине 15 века, то есть существенно моложе. И его покинули жители в течение 100 лет, а наш Гамсутль жители покинули сравнительно недавно. С 1880 по 1930 в Гамсутле жило почти 250 человек, но потом жители стали его покидать, чтобы быть ближе к цивилизации и месту работы. Разглядеть комнаты, вот, перегородки, балки, несущие стены. Да. То есть когда-то здесь жили. Не знаю, даже, может быть, многоуровневые. Там двухэтажные, даже двери сохранились еще. Здесь, видимо, какой-то вот очаг был, судя по копоти. Наверное, на дымовой канал был. Кровать панцирная была. Обалдеть. Вот смотрите, какая высота. И мы еще не на самый верх поднялись с вами. Смотрите, сколько уровней у этого аула. Сколько здесь людей жило. Ни один десяток, ни одну сотню лет. Обалдеть просто. Как интересно, похоже, мы нашли столб линии электропередач или какой-то телеграф. Ну, что-то, что-то. В общем, такое, что использовалось для средств какой-то коммуникации, передачи энергии или что-то типа такого. Однозначно. Ну, все, друзья. Об этом месте можно рассказывать и показывать очень долго. Ну, а я вам советую лично приехать и посмотреть на все своими глазами, пока еще есть на что смотреть. Добрый вечер. Можно в гости. Добро. Отлично. Так, двигаемся к последней из сегодняшнего маршрута точки на карте. Это Аулгунип, находящийся... Субтитры сделал DimaTorzok